Раз, 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 да, все другое дело. Раз, 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 да. Все, друзья, всем привет. Еще одни настроечки у нас, забыл звук включить. Еще одни настроечки у нас идут хрома. Я, короче, тут уже тут кипиша понавел. В общем, я кинул кабель к компу. Я еще высмотрел кучу видосов по ОБС, все поперенастраивал. Выставил стандартную задержку на ютубе. Йоу-йоу. Да, привет. То есть, стандартная задержка, она-то называется стандартная, но она самая длинная на ютубе. Я не знаю, у вас секунд 30, наверное, задержка будет. Вы, кстати, да, можете наблюдать. Вот я сейчас хлопнул, да. Ну, вы-то по звуку по всему нормальному видите, но... Нет, подождите, или так не получится. Вы просто тоже часть Моника увидите моего. Короче, этот... Должно быть все нормально. Сейчас качество, картинка, детализация, все огонь должно быть. Видно, слышно, отлично. Канат Турсынов. С вами алейкум, брат, здорово. Блин, мне нет такого ощущения, что кроме Илюхи и Санька, у нас все остальные новые персонажи. Объясняю, что сегодня происходит. Блин. Все ничего. Единственное, что мне пишут, что два человека меня смотрят. Чат почему-то я не вижу. Короче, я установил еще какой-то плагин непонятный. Который мне нифига не показывает. Нахер я его поставил, никто не знает. Да? Да. Короче, реально поставил какой-то плагин, блин, с которым нужно разбираться. Так, сцены, источники, микшер, переходы между сценами, управление, источники, иконки, строки, состояние, статистика. А, во, статистику можно вывести, стрима. Статистика стрима и окно какое-то плохо управляемое. Во, нормас. Так, прямой эфир. Данных отправлено. Пропуск кадров нет. FPS 25. Проц на 2.8 работает. Доступно место на диске. Так, среднее время. Короче, я какую-то статистику вывел. Нахер она нужна, не знаю. Поэтому я ее закрою. Мне нужно, короче, чатик вывести. Мне нужно чатик. Чатик, чатик, чатик. И хром, наверное, я сюда тоже закину, чтобы я примерно один. Черт, я не вижу, сколько людей смотрит. Все, ладно. Открепляем чат, перекидываем. Фокус не удался. Открыть чат в новом окне. Вы даже частично видите мои действия. Короче, тут плагин какой-то я поставил. Но он нихера мне не показывает. Посмотрел обзор какого-то типа. Вот супер плагин. Ставьте там у вас тут и чат будет. Все в одном окне. И донаты. И все, все, все. Короче, не знаю. Вывел по старинке отдельным окном чат. Вообще, надо позакрывать эти чмошные окна. Или ладно. Пусть поверхность будет. Ладно, потом разберусь. В общем, чатик я вижу. И сейчас объясню, что у нас происходит. Пока Настя там поставила угли. Я продолжаю Dark Side Shot тестировать. Мне в принципе закатывает продукт. Это тот продукт, который не нужно курить. Потому что нужно прокурить. Они в принципе мне отправили. И не просили обзор. Не просят. Как бы сам, как говорится, напрашиваться не буду. Но мне по кайфу его прокурят. Мне нравится. Единственный вкус, который мне не зашел. Это был какой-то с Coca-Cola. Там что-то фихуа, блин. Coca-Cola. И Малина. Вот он вообще не зашел. Нас 11-13. Неплохо. Неплохо. Даша еще часто заходит. Да-да-да. Даша вообще один из самых регулярных зрителей. Привет. Я на работе. Привет. Следующий год. Не смогу выставлять тайминги. Что у тебя там этот работенка навалилась? Так. Темный кулинар. Да, блин, этот. Ты так отлично отработал год. Так что спасибо тебе большое. Смотрите, друзья. Такой лайф-видосик, который, в принципе, вам может быть и нафиг не нужен и не интересен. Но мне он интересен. Я решил его провести с вами. Еще один заход делаем. Я не знаю, что произошло тогда, когда мы смотрели канал Саши. Ну а хули. Но стрим просто вот без предупреждения заблочили. Я получаю сообщение на почту. Я такое еще и получил. Думаю, опять какая-то херня. Такой откладываю телефон. Продолжаю с вами болтать. Потом думаю, нет, дай-ка вдруг что по поводу стрима. Смотрю на стрим. А у меня уже, короче, все это время, которое я читал все, мне уже перед фактом поставили. Ваш стрим там заблокирован за нарушение правил. Хотя, насколько я знаю, если есть морда, давайте ее побольше на всякий случай сделаю. Вдруг там есть какое-то прям реально процентное соотношение. Я ее прям сейчас... Ну вот так вот сделаю, да? Так точно видно, что здесь в кадре есть я и что это идет цитирование. Я прям точно не знаю правил YouTube. Но, насколько я знаю, если ты свою морду вставляешь и смотришь чей-то контент, то это идет уже не ворование контента, а цитирование. Вот сейчас я, по идее, сижу... Я же свою волшебную подсветочку забыл. Сиди под столом, лазил, подсветку настраивал. Хоба! Видали, как сразу стрим преобразовался? А? 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 Все, уже другое дело. Еще когда-нибудь от этой шторки вонючей избавлюсь. Просто я не могу ее, блин, открыть. Оттуда начнет шуровать свет из окна и картинка вообще драчевая будет. В общем, нахер надо. Так, Денис Вдовин подписался. Красавчик. Просто лажуха. Сейчас я еще чуть-чуть тут немножко дупля отстрелю. Эй, эй, эй. Блин, как сузить это окно. О, вот так. Все. У нас у вас есть, короче, вид хрома. Я вижу чать. О, Туислин, ты второй монитор купил? Да, я сейчас со вторым моником. В принципе, конфигурация мне пипец как нравится. С двумя мониками это какой-то шикардос. Единственное, что в DaVinci, когда ты заходишь, у тебя там dual screen, что-то монитор. Выбираешь, не работает. Но мне, в принципе, он помогает не для того, чтобы интерфейс туда выкинуть. Вот по типу такой прямой трансляции я на одном чисто хром запускаю, а на втором у меня OBS, качатик и всякая такая фигня. Плюс, когда я в DaVinci монтирую, в DaVinci очень прикольно организован файловый менеджер. Хотя ты же тоже уже начал, по-моему, в DaVinci работать. Я тупо, короче, здесь ковыряюсь в файлах, там открываю хромчик на втором мониторе. Что-то по заказчикам, по информации читаю. Там у меня этот, открыт сценарий, у меня там раскадровочки, все дела. Короче, это чисто такая рабочая станция, а на одном этом чисто DaVinci открыт. Блин, кайфую, просто невозможно. А еще недавно перестановочку сделал, кто, может быть, заметил. Я, короче, полку, которая должна быть вертикально стоять, ее тупо на стол положил. Супер удобно. В общем, сейчас буду смотреть видос одного типчика, который очень давно ведет канал по предметной фотографии. Фотография там для стоков, ну, кто знает, что это такое. В принципе, предметная фотография, предметная и рекламная фотография. Это те красивые снимки, которые вы видите в всяких каталогах, на билбордах и всем прочем. Предметная и рекламная фотография. На сайтах, опять же, да, на интернет-магазинах. Что-то его там переклинило, он ударился в видеосъемку. Видеосъемка то, что мне по духу ближе. Но когда-то я его смотрел, его фотосоветы, потому что очень много чего можно применить к видеосъемке. И сейчас этот типчик, он снял свой бэкстейдж. Как он сделал видеосъемку кальяна. У меня канал около кальяна, тематика около кальяна. Посидим вместе, посмотрим с моими комментариями. Я для себя что-то новое узнаю, вы для себя что-то новое. Поехали. Здорово, 19-й. Круто. Слушайте, сегодня будний день, а у нас такой движочек намечается. У меня три монитора на сайтах. Внутри это, мне в принципе для монтажа, мне кажется, два с головой хватило бы. Просто, ну именно для монтажа. Одно дело, когда монитору можно поставить хоть не знаю сколько штук. То есть, грубо говоря, есть люди, которые покупают мониторы по 80 тысяч. Они могли бы поставить себе 8 штук десятитысячных мониторов. Другое дело, одно дело количество, другое дело качество мониторов. То есть, один у меня стоит 10-битный, который вы чисто краешек видите его. Вот, он мне нужен для того, чтобы я четко осматривал и красил материал. А вот этот, черти шо, я его даже не пытался никак калибровать. Я что-то там понатыкал, понатыкал, но там они очень сильно отличаются. Один тридцати дюймовый. Вот этот как раз, я даже не знаю сколько он такой малютка. Тридцати двух, по-моему, дюймовый, да, один. Три моника, я даже представить не могу, что можно делать на трех мониторах. Вообще, в идеале, чтобы они были два и два одинаковых. Тогда будет вообще по красоте. Но у меня вот они разные по размеру. Ну, вроде как-нибудь, да, я строил, пойдет, короче. Так, приветик из Белгорода. Белгород, здоровенький былый. Максим, привет. Вот из Америки вернусь. А, компа в нулю и тоже два моника влеплю. Так, мне тут доставка углей. Супер кайфово, когда балкон выходит и на кухню, и в спальню. Это вообще, я не знаю, я торчу от этого. Настя, мне там кальяны забитые приносит. Сейчас вот угольки горячие. Не знаю, сколько это будет продолжаться, но это круто. Так, единственное, что мое рабочее пространство не предназначено для того, чтобы на нем тут кальян стоял. Ну, ничего, ладно, как-нибудь да и вписались. Так, одновременно я на одном фильм смотрю, на двух других работаю. А, ну, если фильмы смотреть, то да, ладно, тогда окей. А так, потому что для рабочего пространства, ну, а на одном монике можно вывести картинку. Ну, вот чисто полноэкранное изображение. Это я в плане видеомонтажа говорю, полноэкранное изображение. На другом компе у тебя весь интерфейс на мониторе. А третий, во-первых, уже места ставить негде, потому что, ну, норм, типа для работы. Вот мне 32-дюймовый прям, ну, просто кайф, все. И два 32-дюймовых здесь у меня на столе даже не влезут. Вот, это нужен, во-первых, огроменный стол. Если будет реально три больших монитора, то очень уже большой проворот головы будет. У тебя шея, блин, устанет работать. Ладно, мы сейчас, короче, поедем по делу видосик смотреть. Пока у меня кальянчик греется, нужно уши пендюрить. Так, класс, я со своего Дальнего Востока. Эй, мышка, куда поехала? Приятного покура, спасибо. Дальнего Востока второй раз попал на Стримчанский. Ладно, респект. Николай, спасибо тебе. Монголин, прикиньте мне, какой вообще этот движ международный. Я сам в шоке. Кстати, как у вас в Монголе отношение к монгол-группу? Просто интересно так. Чего сегодня куришь из табака? Прокуривает DS-шот. Мне нравится, прям, не знаю, прикольно. Насколько я... Вы, наверное, помните, да? Насколько я вот... Скептически настроен. Был так немножко даже отрицательно. К Дарксайду. Легкие мои негативные вбросы слышали. DS-шот поменял мое отношение к Дарксайду. Молодцы, молодцы. 14 дюймов, а ты продумал. Нет, 14 дюймов я бы погиб. Я до этого, когда на Озерках жил, подошел к типчику. Он тоже работает с замойником небольшим. Открывай, блин, невозможно вообще работать. Там таймлайн у такой сики, ничего не видно. Там смотришь, этого слепнуть можно, блин. У меня-то еще зрение нормальное, блин. Ну и снова привет из СИУ. Да, вот это поразбросало всех. Капец. Ладно, давайте у нас этот видосик поделаю. Так. Вот у нас есть канал Александра Стебловского. Она здесь про склонял правильно. Я вообще на него подписан. Он подписан с личного канала. Соколового кальяна 2 я на него не подписан. Сейчас чисто, блин, быстро мотану. Мне интересно, сколько он уже ведет свой блог. О, это Фатоныч, блин, я еще реально 4 года назад. Я эти видосы себе смотрел, блин, мне нравилось. А, этот, этот, Дмитрий Протасов, точно. Я ему еще даже в личку писал, блин. Сколько? Шесть лет назад, прикиньте. Вот шесть лет назад я еще вот в этой теме был. Я помню все эти видосы. Я даже, даже не глядя, вспомнил, что это Дмитрий Протасов. Он сейчас, кстати, раскабанил жестко. Я с ним чуть-чуть еще в ВК переписывался. Да-да-да. Я его канал, короче, смотрю очень давно. Сейчас у него 91 тысяча подписчиков. Когда-то он не особо интересным каналом был. С этим. Очень много там про стоки было. Я в какой-то момент посмотрел, посмотрел. Потом забросил смотреть его канал. Потом он ударился в видеосъемку. И сейчас вот он снимал кальян. Мы посмотрим, как человек, который, скорее всего, не очень шарит в кальянах. Какой он терминологии использует. Что он делает. Что он предпринимает для того, чтобы снять красиво кальян. А я человек, который вроде бы и снимать умеет. И вроде бы и про кальяны что-то знает. Посмотрим, как это все со стороны у нас смотрится. Зачетный перечисал. Блин, я вот этот, реально говорю. Я только что перед стримом побежал бошку мыть и феном сушить. Потому что я сажусь. Вот стоит реально. Вот видео передача, которая на стриме идет. Она очень сильно визуально грязнит волос. Вот я смотрю, расчесался. Ну нормально все, блин, нормально. Смотрю на себя через камеру. Капец, бошка грязная. Кажется. Я побежал только что, блин. Помыл башку. Настя феном сушила. Нормально. Пекина. Капец. Вы что, угораете? Вы там, наверное, все сидите где-то в Чебоксарах. И все строчите кто-откуда. Жесть. Мне не нравится, что он не очень передает Монголю. Так, а вот поподробнее напиши-ка. Что именно? Я Монгол. Думаю попробовать делать кальянный продукт, но уже есть Монгол. Монгол. Ну, во-первых, они могут тебя взять в свой движ, да, Монгол Групп. Ты можешь частью этого движения стать. Ну, если ты прям, ну, не хочешь туда ввязываться, хочешь чисто что-то свое, не обязательно, да, называться там, связанное что-то с Монголией. Ну, либо просклоняй как-то по-другому. Почему нет? Я не думаю, что все, они первые вылезли. Больше, кроме них, из Монголии никто не появится. И давайте срок, собственно, ну, Краснодар. Уже поближе. Так. Смотрим видос, что снимают люди, которые не очень шарят в кальянах. По идее, я подозрел, он не очень шарит в кальянах, но шарят в видеосъемке. Кстати, не знаю, насколько он хорошо шарит в видеосъемке, потому что все-таки он начинал с фотографии. Хотя, крайне тесно, фотография дружит у нас с видеосъемкой. Я тоже проходил курсы по предметной фотографии там у одного Эдуарда Крафта. Ладно, давайте посмотрим, может ему еще копейка с рекламы какая-нибудь упадет. Москва с нами. Москва неинтересна. Кстати, этот, с Питера никого нету, блин, реально. Вот вообще на прямых эфирах крайне редко кто-то с Питера. А что такой холодный? Что такой холодный? Вот тоже момент такой, когда перешел с фотографии. Когда ты красишь картинку в Lightroom каком-нибудь или Photoshop, там одни крутилки. Они по принципу похожи с крутилками в видеопрограммах, но все равно отличаются. Да, там везде есть кривые, да, там есть круги везде. Но, тем не менее, чувак шарит фотографии, умеет хорошо, скорее всего, красить и ретачить фотки. А вот подкрашен видос очень странно. Нос как будто подбухенький и очень холодная картинка. О, есть из Питера. Настя, блин, я сначала читаю, потом ник смотрю. Это ты вообще из соседней комнаты. О, Казань, прикольно. Илюха, тебя-то я знаю, что ты из Питера. Стоп, а ты откуда? Конкретно сейчас в Питере нахожусь. А, все, поехали смотреть видос, как снимают кальян все-таки. И да, на всякий случай предупрежу. Последний стрим, который мы смотрели, Саша Купала, он просто нахер вырубился. Автоматически алгоритмами Ютуба. Я крайне сомневаюсь, что кто-то ему маякнул, там какой-то хрен смотрит твой канал, и Саня пошел и кинул страйк. Даже если он бы пошел и кинул страйк, по идее, не должны были видосы блокировать, потому что я вроде бы ничего не нарушаю. Начальник, я подчаем? Да, отвечаю, я подчаем. Ну и посмотрим, как снимают, кстати, по звуку-то. А, он отключен, е-мое. Так, что мы, 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 что мы, 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 вы, вы. Кстати, в кепке, как и обещал, к сожалению, парикмахерские до сих пор недоступны, так что... Ничего, нормально, я вон по тлаче не держусь. Приходится в головном уборе сидеть в помещении, но лучше, чем без него, поверьте. Снимали мы недавно для постоянных клиентов... Сейчас, кстати, будем угадывать фирму, возможно, мы знаем этих постоянных клиентов, узнаем, кто у него заказывает видеосъемку. И буду им личку писать. Нет, шучу, нет. Есть этика некая. Не клиентов я перевивать не собираюсь. Кальяны, это кальяны под маркой Карас. У них вышли пара... Карас, еще бы Карась назвал. Вот, вот мы и выкупили, да, где корисы заказывают видеосъемку. Я вычислил, будете знать. ...много новых моделей, мы делали фотографии, и заодно еще решили попробовать... Короче, в наших узких кругах на моем канале корисы будем называть карасями. ...делать небольшие промо-видосики для инстаграма. Сегодня я решил попробовать сделать... Блин, корисы питерская группа. Влад с Инферно знает лично, они друзья с корисами. И видео... Значит, Александр тоже, получается, с Питера. Такой формат... И заказали видеосъемку у него. Видали, как вот происходит? Ну, у него, конечно, по студии все хорошо. Я работаю в квартире, у меня студии нет, а у него профессиональная фотостудия своя есть. Там, конечно, да. Но, тем не менее, в квартирике тоже можно нехило снимать. ...который давно хотел попробовать, но что-то как-то все откладывалось-откладывалось. Я запечатлел много достаточно материала в виде бэкстейджа, и сейчас... Вот, вот они. Если вдруг, чисто случайно, меня смотрит Влад и Лиза, то, о чем я говорил. Вот когда ставят два фонаря под 45 градусов, это лютый вообще зашквар и дичь. А вот это световые экраны. Вот так вот нужно снимать кальяны, когда ты хочешь четко обрисовать его по граням. Потому что вы поголовно видите в инстаграмах там где-нибудь еще видосики, где снимают особенно... Ну, розовый кальян еще окей, полбеды. Когда снимают черный кальян на черном фоне, лупят чуть ли не фронтальный свет, и у него просто высвечивается вот эта вот центральная часть его. А самое главное, грани, вот очертания, вот это вот изящество кальяна, оно не передается. А для того, чтобы оно передавалось, нужно два световых экрана, которые будут четко, мягенько. Видите, какие они огромные? Они не просто так огромные. Они огромные для того, чтобы у тебя очень мягко обрисовывался кантик кальяна. Блин, а почему чат не идет? Ребят, вы вообще на связи? Все у нас идет? Эфир нормально? Напишите хоть слово, потому что чат остановился, я парюсь, что эфир пропал. 4 рубля многовато. Перейдем на 3. Блин, реально чат остановился. А не, мы наблюдаем, все хорошо, все отлично, поехали дальше. Возможно, возможно. Мне часто пишут, Влад, хочу кальяны свои, все слушают, все норма, отлично, классно. Мне пишут тоже насчет того, что планируют производить свои кальяны. И здесь, возможно, вы увидите какие-то советы, как снять ваши кальяны, потому что очень много новичков выкатывается на рынок, и просто откровенно, ну, ублюдски, просто снимают свои кальяны. Не обязательно вот такую огромную студию иметь. Просто вот я то же самое, те же самые световые краны делал, но у меня была калька. Я просто вешал кальку такую в несколько слоев, такие большие краны сам делал. Они у меня где-то валялись, а в Чебоксарах так кому-то их и оставил. Все то же самое было с самодельным полностью светом. Да, есть минусы у света по серай, но серай очень важен, когда ты лица снимаешь, и когда тебе нужно четко над цветом работать. Если ты в кальяне чуть-чуть промажешь по свету, ну, вот он, допустим, розовый, а у тебя будет не очень розовый, такой розовый, как он есть, чуть-чуть розовый сместится. Ну, как бы и полбеды, да? Вот, то есть засирай, допустим, мы не паримся. Я абсолютно нормально снимал, достаточно качественно кальяны и прям супер в бюджетных условиях. Поэтому я надеюсь, кто-то из вас выловит прикольные советы, как можно сфотографировать предметно свой аппаратик. Что так рано? Это не запланированный стрим, поэтому так рано. Расскажу, что, как и почему мы делали. Я думаю, что должно быть интересно. Для начала давайте посмотрим один из роликов. Он 30 секунд. И дальше я буду рассказывать, что и как там делалось. Давай. Нормально. О, тут слайдер использовал. Тут наезд прям был правильный наезд. Это не было снято в 4К и наехали, а тут прям именно слайдером подъехали. А вот те самые кантики, о которых я говорил. Вот это, кстати, может быть уже и на слайдере. Непонятно как-то. Конечно, динамика такая прям серьезная, но... Так, я сейчас, может, ухудшись в качестве, подключился я через свою китайскую карту видеозахвата. Но, блин, очень лень флешку все время переставлять. Я думаю, что ничего страшного. Сначала немножко про технику. Камера у меня понадобится. Вот, Туицин, можешь закинуть донат. Я хочу, кстати... У него, видите, сзади годоксовский софтбокс, по-моему, да, такой-то сложенный лежит. Я потом расскажу, какой я свет хочу. Я собираю. Я нашел подешевле свет, забыл фирму его. Короче, нашел за 10,5 видеосвет. Годоксы 100 ваттники стоят тысяч по 16, по 18. Я нашел за десятку. Прикольный видеосвет. Поэтому, Туицин, жду от тебя доната в первую очередь. Ты должен меня понимать. Потому что свет это самое важное. На Sonic GH5S объективы я там менял, но в основном... Так, Panas. Panas, в принципе, для предметной видеосъемки норм камера. Для предметки неплохо, когда у тебя небольшая матрица. Потому что, когда у тебя маленькая матрица, у тебя большая глубина резкости. Ну, обычно большая. Там еще, конечно, можно найти какие-то биктосы с дыркой в единичку, да? Ну, окей, норм, как бы, Panas для предметной видеосъемки, окей, одобряю полностью. В основном, это штатный... У Panas страдает автофокус, но в предметной съемке тебе автофокус это... 12.35, диафрагма 2.8. Первая проблема, с которой я столкнулся, это... Ну, не то, что проблема, я это предвидел, как бы и знал, но могут столкнуться те, кто не снимал для Инстаграма никогда. Это то, что ориентация здесь другая. И на видеоштативах в подавляющем большинстве случаев нет возможности повернуть камеру вертикально. Не поворачивайся. Очень хочется увидеть стримы на природе, пробы различных табаков и так далее. Колен, спасибо большое. Ты, скорее всего, был на предыдущем стриме, как раз где я описывал всю эту движуху у нас. Предварительно на четверг запланирован стрим на природе. Пока что, пока нет ноута, будет все с телефона. Но звук будет качественный, картинка, насколько вытащит телефон и насколько вам будет хватать разрешения 72 точки по высоте, потому что телефон больше не выдает. Пока так, а дальше будет лучше. За счет того, что кальян долго простаивает... Настя говорит, что он тяжеловато курица. Закрой-ка шторку. Дайте-ка я прокурю кальян немножко. Крутится, можно голову дополнительную накрутить, но у меня есть... Не обязательно в инсту снимать вертикально. Возможно, просто заказчик попросил вертикально. Вы знаете, в инсту у меня там все видосы горизонтальные 16 на 9. Да, можно было бы делать квадратные. Ну, как бы и так норм. Просто, видимо, заказчик попросил. Макс, здорово, ты сегодня был на утренней трене, красава. Старая панорамная головка. Я раньше снимал панорамы. Ну, это эти 360. У меня, кстати, штатив. Он полувидео, полуфото. Такая адаптация у него ни туда, ни сюда. Но он свободно поворачивается в вертикальное положение. Никаких проблем. Falcon фирма. И сейчас я их не снимаю, но голова прыгает. Redline Pro 616 3D 6. Или 3D B. Не, наверное, 6. Я на нее размещаю камеру. И получается, что у меня вертикальная ориентация. Она металлическая, достаточно крепкая. Короче говоря, этот момент нужно не забыть. В качестве рабочей поверхности у меня икеевская столешница. На самом деле, достаточно прикольная штука. Я вот в прошлом году попробовал, купил себе. Кстати, раз пошла такая ботва, я покажу, возможно, кому-то лайфхаком будет свою столешницу. Я купил тоже в Икее. Но я не покупал полностью стол в сборе. В Икее можно купить стеклянную поверхность. Я практически все снимаю на ней. Там еще есть две стороны. Одна матовая, другая глянцевая. Глянцевая делает четкое зеркальное отражение. Матовая делает такое подразмытое изображение. И то, и то прикольно. Кое-где, возможно, вы видели эти видосы. Вот такая у меня столешка. Давайте я даже пошире сделаю все. Вот она. Вы сейчас наблюдаете матовую ее сторону. А вот глянцевая. Кстати, можете посмотреть все, что там, допустим, в комнате происходит. Вон зонт у меня стоит как раз для более-менее мягкого света. Тульсин, кстати, твой зонт пригодился. Хорошо, что ты мне его оставил. Офигенная штука для предметной фото-видеосъемки. Точно такой же у меня еще белый есть. Но уже показывать не буду. Предметные фотографы это дикие плюшкины. У них каждое дерьмо вообще, блин. Где-то доиспользуется. Вот реально предметчики. У них столько всякого барахла для съемки. Всякие отражатели, блин, прищепочки, вот эти журавли, штативы и все прочее. Подушевно сидим, пойду угли поставлю. Конечно, Санек, давай. Они дешевые и, ну, очень быстро на самом деле царапаются. Но я их использую, грубо говоря, как расходники. Я понял, что удобней раз в какое-то время заказывать в Икеа вот эту вот дешевую столешницу, нежели какую-то хорошую, дорогую покупать. Потому что эти столешницы имеют большое преимущество. Они очень легкие. И это значит, что я могу один без ассистента достаточно легко ее помещать в центр студии. Убирать, когда закончил. Потому что, блин, хорошие, мощные столешницы. Они, конечно, очень-очень тяжелые. И, ну, вот некоторые у меня есть. Я один вообще поднять не могу. Не то, чтобы прям их куда-то там еще наверх поднимать. Поэтому, как вариант, рекомендую. И стоят они на козлах, наверное, это правильно назвать. Опоры для стола. Тоже и киевские. И тоже достаточно прикольная штука. Но, блин, у меня ученица с курса по предметке мне сказала, что в Леруа Мерлен продаются такие же. И они намного дешевле. Выглядят точно так же. Единственное, что не крашены в белый цвет. Поэтому имейте в виду, штука удобная. Чуть-чуть... Я ни разу не проходил курсы у Александра. Но я проходил у Эдуарда Крафта. Вот. Александра курсы, ничего за них не могу сказать. Наверное, там тоже все информативно. Но кто увлекается предметной фотографией именно, Эдуард Крафт в плане, в этом плане прям очень доступны у него курсы. 100 баксов, по-моему, он стоит. Да. Но тут раз я за 100 долларов проходил, по идее, надеюсь, не подорожало ничего. Офигенный курс. Там еще дипломчик вам какой-то дадут на английском языке. По высоте регулируется. Но, видимо, в Леруа Мерлен купить проще. Да, кстати, курс по предметке у меня, скорее всего, начался, когда выйдет этот ролик. Поэтому, кому интересно, проходите, у нас там закрытый чатик, и вот всякие полезные штуки скидывают, типа того, где что дешевле и удобнее покупать. Для блогеров надо бы придумать кальян-штатив с микрофоном. У тебя почти так и смотрится. Так, кальян-штатив с микрофоном. А, я понял, понял. В смысле этот, чтобы, да-да-да, на кальяне был еще этот. Ну, в принципе, в принципе, я сейчас тоже, раз тоже у нас такая движуха пошла, покажу одну штуку, которая может быть очень полезна. У меня здесь еще скрытый ящик такой есть. Короче, просто к слову о видоках. Сейчас я вам просто покажу. Короче, давайте, ладно, раз у нас движ пошел, возможно, это все будет полезно. Пусть оно все будет в одном видосе, в одном стриме. Я себе, конечно, надо закрыть. Это мой такой волшебный ларчик по всяким зажимам. Вот это вот Magic Arm, магическая рука, офигенная штука для того, чтобы что-то куда-то прицеплять, и оно еще двигалось. Все зажимается прям одним движением. Выкрутили все как надо, затянули, один рычаг затягивает полностью все. Комбинируем ее с вот этой вот штукой. И что мы получаем? Это small-rigовский зажим. Зажимаем сюда. Зажимаем все это дело. Так, там резьбы есть, все это дело скручивается. Все, пожалуйста, вот тебе кальян, штатив для микрофона. Одно, но есть. Мой микрофон, в котором я сейчас говорю, он весит килограмм. Есть вероятность, что все это дело пошатнется. Зажимчик для телефона постоянно используется. Еще один зажимчик для телефона, еще один Magic Arm. Точно такая же зажимка, которая сейчас на кальяне. Вот она еще другая, есть дешман с какой-то лишней фирмой. Еще одна мини-ручка такая, тоже small-rigовская. Она в комплекте шла с тем зажимом, который на кальяне. Зажимы для телефона. Они же часто для пауэрбанка у меня используются. Для еще чего-нибудь там. Тоже еще один такой зажимчик, блин. И еще один зажимчик. И еще один переходничок. И еще один зажимчик. Не поверите, еще один зажимчик. И вот это всякие переходнички с резьбы 3 и 4. Там как раз таки микрофон. Еще один зажимчик. Куча всяких разных переходников. Холодный башмак. Кольца зажимные. Еще всякие разные кольца. Это уже идет аудиозвуки у меня всякие. Кольца переходные для всевозможных фильтров. Фильтры, особенно поляризационные, в предметной съемке тоже часто используются. Еще одни переходники там, допустим, даст одну резьбу на другую. И там еще куча-куча всякой мелочевки. Вот примерно вот таким оборудованием вы будете обрастать, если начнете заниматься видеопроизводством. Придвини к себе немного кальян. И вертикальная часть штатива спрячется. Это тут еще, видишь, блюдце. А, вот так, да? Ну да, в принципе, так посимпатичнее вроде бы смотрится. Да, и вот эту вот бороду, она уже подостыла, можно убрать. Все, пусть вот так вот будет. В принципе, нормас. Все, курим, смотрим. И последнее, что скажу про сетап, это вот такая вот штука. Видеопередатчик. А, блин, как я его хочу. Вот это вот тема, о которой я говорил на последнем видосе. Это, короче, HDMI. Видите, у него такой еще зажимчик есть. Вот он. Те, которых у меня целая куча. У меня сейчас камера вся в проводах. И она подключена к компу, чтобы шла трансляция. И я, допустим, не могу камеру вытащить на балкон. Я не могу с ней походить по квартире. Не могу повесить ее на стабилизатор и показать какую-нибудь, да, такую подвижную картинку, если бы еще оператор был. Офигенная тема. HDMI-передатчики. Вставляете такой в камеру. Она отдает сигнал на комп, допустим. И вставляете в комп. Она у вас будет приемником. Два передатчика. Ну, один приемник, один передатчик. И супер пушка, короче. Когда-нибудь я начну собирать донаты на такую бороду. И тогда у нас всякие выездные стримы просто бомбезные будут. Кто YouTube смотрит на тему видеосъемки, да, наверное, уже видели. Потому что их рассылали всем подряд. И мне целый год... Их рассылали всем подряд. Где я был, когда их всем подряд рассылали. Почему я тоже еще задумываюсь о том, чтобы завести канал именно по видеопроизводству. База знаний какая-то есть по фотографии, по видеографии, да. По монтажу, опять же, есть чем с вами делиться. И я задумываюсь на личном канале, на котором у меня сейчас онлайн-тренировки проходят по утрам. Я задумываюсь там немножко взять уклон по видеосъемке. Если аудитория подсоберется, то, возможно, мне тоже что-то будет присылать. И параллельно будет расти качество кальяных блогов. Вот предлагают эту штуку, типа, тоже на обзор предлагали. Я отказывался, потому что, ну, я не барахольщик, мне не нужно, как бы... Мне нужно. Направь мне. Вкусы от Танжа. Мне нравится Кашмир линейка. Я бы прямо ее курил бы и курил. И я отказываюсь. А просто так ради обзора брать что-то, чтобы у меня валялось на полке, не надо. В какой-то момент они меня, там, с четвертого или с пятого раза уломали. Я думаю, может, правда попробовать. И, блин, это такая охренительная штука, на самом деле. При том, что мне она может быть и... Ну, я почему и не брал, что для статичной моей съемки, как бы, в студии, она не особо, наверное, полезна должна быть. Но ее суть в том, что вы подключаете ее к камере и она по... Охеренная тема, если, допустим, вы еще работаете сразу с заказчиком. Не все любят свою студию заказчиков подтягивать, да? Но если вы работаете на выездной съемке, допустим, если это фуд-фотография, да? Где вы приходите в ресторан, где вы снимаете блюда, которые сразу повар там готовит. Вот там офигенно, когда сидит заказчик, чтобы он не пялился в ваш мониторчик, вы ему выводите через зажимой передатчик, отдаете изображение со своего, допустим, накамерного монитора. И он сидит у себя на компе, где-нибудь в уголочке, и смотрит все, что вы видите. Это офигенно, это прям сразу уровень. Если вы приходите с таким оборудованием и заказчику выводите изображение, сразу непосредственно с камеры, это круто, это пушно. Радио передает видео на какой-то монитор. Холиленд, самое популярное, да. 1040 стоит такая борода. 27 дюймовый мой моник. И, по сути, все, что она для меня делает, это избавляет меня от одного длинного кабеля HDMI, который идет через студию. И, блин, ну вроде один кабель, но это настолько удобно, и я теперь просто жить без нее не могу. Не буду подробно про нее рассказывать, потому что я, раз они мне прислали, я должен буду сделать на нее обзор. Там я подробнее расскажу, но для тех, наверное, кто снимает что-то динамичное, особенно с гимблов или что-то такого. Да, гимбл это то есть стабилизатор. И вот я хочу просто собрать такой сетап со стабилизатором, чтобы бегал оператор и вел прямую трансляцию. Звук офигенный будет с радиопетель, тоже, опять же, сбавляемся от проводов. Плюс типчик бегает со стабилизатором и показывает все, что происходит. Еще одну камеру на штативчик поставить, где общий план будет. Будет сидеть, короче, там, конечно, команда уже нужна будет, но там особо супер знания не нужно. Я все настрою сам. Потом один человек сидит за ноутом, он просто переключает камеры. Один человек бегает со стабилизатором. И я, допустим, как ведущий, хожу у всех, спрашиваю, что, как там курица. По-моему, это будет супер охеренно. Будем к этому уровню идти. Это вообще, мне кажется, незаменимая штука, потому что я этот штатив двигаю несколько раз за съемку, и все равно мне стало очень-очень-очень удобно. А тем, кто постоянно в движении, мне кажется, прям вообще огонь. Но единственное, что я еще столкнулся с тем, что, опять же, из-за ориентации, у нас ориентация вертикальная, и камера в видеорежиме как-то не подстроена под то, чтобы переворачивать картинку. Поэтому хорошо, что у меня оказался один из мониторов, который может повернуться, потому что иначе получается, что очень неудобно, картинка выводится не так, как нужно. Начнем вот с этого вот кадра. Здесь... Так, читаю комменты. Раньше, когда еще не было карантина, ты ходил отдыхать в какое-то заведение или только дома куришь? В основном дома. Крайне редко я выходил куда-то кальяны покурить. В основном это когда день рождения, и друзья отмечают где-нибудь там, как бы... Не звать же кого-то отмечать свою днюху у себя дома. Там, естественно, выбираешься. Ну и так иногда бывает, просто хочется, чтобы тебя пообслуживали, да? Прийти и заказать кальянчик какой-то. Хочешь не париться по наличию там табаков, какие-то там миксы, шмиксы и все прочее. Да-да-да, еще был Санек у нас с мятой, который регулярно заходил, он дома забивал колено, было прикольно. Похоже на штуку из охотника за привидениями, радар какой-то. Да, радар, детектор. Так, главное, чтобы у нас не лег стрим. Если кто-то знает мои личные контакты, и как только у нас, допустим, ляжет стрим, если алгоритмы опять что-то там не воспримут, дайте знать мне куда-нибудь в личку. Пока что вроде бы трансляция идет. По свету все достаточно просто. Два источника симметрично расположены. Это два рассеивателя, в данном случае пластик. Можно использовать какой-то другой материал. И за ними, опять же, два светодиодных источника. В моем случае это Green Bean Sunlight, на который обзоры я делал. До сих пор я их... Опять же про видеосвет. Я собираю всего лишь на один несчастный видеоисточник, а в предметке, ну, блин, три это прям минимум. В идеале там четыре-пять. Я держу у себя, но придется скоро, к сожалению, вернуть хорошие источники, на самом деле. И спереди висит третий источник. Это Godox вот такой вот S30. Я про него дальше чуть подробнее расскажу. Очень клевый источник. Тоже дали мне его на обзор, несколько штук. И, ну, в общем, расскажу про него чуть дальше. Он светит спереди и освещает... Господи, во сколько кальянов снимаю, никак не могу запомнить. Кстати, что интересно, либо он очень маленькую мощность выставил, но он прям жестким светом, по-моему, лупит в кальян. Как бы ни было по центральной линии пересвета. Помнит название, что где находится. Ну, вот шахта это, видимо, и цветная накладка. Такой вот источник спереди, жесткого света, и он еще дым подсвечивает. Ну, и в данном конкретном случае мы еще использовали контровой источник. Такой же точно S30, тоже без насадок. Мы просто под некоторые кадры его включали, под некоторые нет. Но вот здесь вот он использовался. На камере я поставил режим высокоскоростной съемки 150 кадров в секунду, в данном случае, для того, чтобы можно было играться со скоростью, и чтобы дым выглядел плавно. Итак, задумка. Понятно, нам нужно, чтобы объект съемки кальянов, в данном случае, проходил? Смотри, праволюбимая модель кальяна, вот, ну, очень душевно я отношусь к мамуна. Мне очень нравится Каманджо. Если что-то брать по-современнее, мне нравится дизайн нубишек, и мне нравится Зев своей фундаментальностью. А Настя от Games, которая у нас стоит, ей тоже нравится. Он, кстати, светится в темноте. Сейчас у нас день, свет лупит. Он имеет какие-то фосфорные элементы, да, и он напитывается светом, и когда вырубаешь свет, он светится. Это прикольно. И сам кальян, и вот этот вот мой штук. Обзор на Games на втором канале у меня есть. Можете посмотреть, там, по-моему, по 7000 вот такие вот кальяны. Сквозь дыма, для дыма мы использовали дым-машину. На самом деле была такая... Для дыма использовали дым-машину, там кальян курится. Я, в принципе, никогда не использовал дым-машину, потому что... Да я сам дым-машина, да, Настя говорит. Реально, у тебя есть кальян, но, видимо, видишь, они не очень курильщики кальяна. Мы, как бы, сами можем забить. У меня обычно кальян, который снимается, он стоит в кадре, и когда я хочу попускать дыма, я отдельно забиваю, и из него, как бы, берут дым и куда нужно выпускаю. А если мне нужно дым выпустить струёй, я просто, допустим, снимаю вот этот вот коннектор со шланга, затягиваюсь, выдёргиваю, и куда нужно дым направляю. Такая шальная мысль, что мы будем курить, чтобы всё было аутентично. Даже сделали кальян, и я вообще не курю, но многие покурили, но поняли, что, наверное, лёгкие выпадут у всех участников съёмки, если мы будем создавать столько дыма курением, поэтому взяли в прокат дым-машину. Ей мы создавали облако дыма перед кальяном, и кальян мы провозили сквозь него. Какие тут есть варианты, ну, как мне видится, как это делать? Первый вариант это использовать можно, если у вас есть слайдер. Ещё лучше, если механизированный слайдер, потому что гораздо удобнее. И равномерное движение, потому что мы делали руками, и, конечно, пришлось делать много дублей для того, чтобы движение было правильным, равномерным, и остановка была там, где нам нужно. Можно на слайдер просто какую-нибудь площадочку поставить и использовать его. Второй вариант это такой нищеброд-стайл, назовём это так, но он вполне рабочий, потому что всё время люди жалуются, что я не могу снять то, я не могу снять те, у меня ничего нет. Можно взять вполне обыкновенную картонку, либо какую-нибудь гладкую ткань, привязать верёвочки, и по, опять же, той же икеевской ставешнице, или какой-то другой гладкой поверхности, тянуть за верёвочки, и всё прекрасно получится. Да, естественно, так как это дешёвый, практически бесплатный способ, есть недостатки, потому что, ну, будет нам же... Я так смотрю, блин, я забываю про то, что вы, наверное, вообще понятия не имеете, о чём речь. Слайдер это такая штука, на которую ставится камера, это, грубо говоря, рельса с колёсиками. Не грубо говоря, так оно и есть. Есть, конечно, сейчас более интересные современные слайдеры. Вы ставите камеру, и вы просто делаете панорамы. Вы делаете наезды, если у вас камера едет, на объект наезжает. Если у вас идёт панорамирование, то есть вы как-то вбоку это всё дело проводите. Для того, чтобы у вас просто по одной траектории ехала камера. Вот там использовался слайдер. О, мне вот, наконец-то, отправили чабаку. В ближайшее время ещё выйдет обзор на новые вкусы чабаки, и на всякие колёса фортуны их. Уже нужно соблести ось. Будет тяжело провести идеально ровно. Будет тяжело, опять же, останавливаться. Будет тяжело без рывков провести. Ну, то есть нужно будет сделать больше дублей. Но в целом это вполне реально. Я бы не упарался, картонка. Если вам прям чисто реально один дубль нужен, да, окей. Но если вы собираетесь хоть более-менее, хотя бы, не знаю, два раза в месяц использовать слайдер. Я купил свой за 3000 бэушный. Кстати, какой-то нормальной фирмы профессиональное оборудование делает. Да, в нём есть косячки, немножко подржавели колёса. Но если есть машинка УШМ, то можно всё это дело полирнуть, и будет всё хорошо. Смазать маслицем и как бы будет ездить как по маслу. Блин, этот провод, он очень сильно щекотит руку. Способ, которым воспользовался я, это использовать вот такие вот алюминиевые направляющие. Направляющие, так и называется, алюминиевые направляющие V-slot. Я название напишу в описании. Ссылку, где я покупал, я не буду давать, потому что это была такая история с моей покупкой этих V-slot, что я не могу рекомендовать, к сожалению, людей, которые это продали. Но больших проблем заказать нету. На этот V-slot, это так называемый Open. А я не очень могу рекомендовать людей, которые хочу свет купить, потому что я им писал, 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 предлагал бартер, и они тупо проморозили меня. То есть, если вероятно, что они будут морозить и других. Блин, система. Ладно, не буду грузить, короче, в комментариях напишу. Суть в том, что здесь есть пазики, сверху ставится площадочка на колесиках, которая очень плавно едет. Так вот, из этих самых направляющих я собрал конструкцию, на которую закрепил две сначала площадочки. Думал, этого будет достаточно. Которую я планировал механизировать, моторизировать, но просто не успел, поэтому пришлось руками возить. А, вон в чем движуха. Он даже не наезжал камерой, он наезжал кальяном. Слушайте, ну интересный ход. Так тоже можно. Там меняется у нас восприятие вот этого, как некого там параллакса, да, и пространства. Одно дело, когда едет кальян на тебя, другое дело, когда едет камера. И еще есть момент, когда поворотные столы. Одно дело, когда вращается кальян, допустим, на поворотном столе. Другое дело, когда камера вокруг кальяна вращается. Это все не столь важно, но это очень так может повлиять на восприятие. Конкретно в этом случае, видите, у него стены покрашены в серый свет. Это уже хорошо, это классно, это профессиональная студия собрана. Но, когда у вас маленький фон, у меня чаще всего фоны всякие переносные. Вот там, да, один раз отстроил и дальше ездишь кальяном. Окей, норм. Когда ты подъезжаешь к камеру, у тебя может неожиданно вылезть все, что находится за фоном. Там нужно правильно подбирать фокусное расстояние и все прочее. На две площадки сверху мы сначала поставили деревянную круглую подставку. Но, во-первых, она оказалась гнутая. Во-вторых, мы поняли, что две площадки это мало. Я закрепил еще. Что там по стриму, по которому удалили? Его просто тупо удалили. Все, говорят, можете подать апелляцию. Я не знаю, это либо лак ютуба был, либо за музыку, либо что. Короче, не знаю, разбирайся. Не больно-то и нужен был по стрим, да? Разбираться я не стал. Если вот этот стрим, который прямо сейчас идет, а у Александра нет никакой музыки, как вы видите, слышите. Если еще его забанят, да, я вроде бы постарался как бы себя вставить. И тут все-все-все идет у нас комментирование происходящего. То есть не просто ворование контента. Если его забанят, буду разбираться. То стрим, ну, как бы, хрен с ним. Еще две и сверху мы поставили керамическую плитку, которая ровная. И к ней же просто прицепили веревочку и поставили сверху кальян. Здесь плюсы, конечно, то, что это направляющие. И еще к вопросу стоимости видеосъемки. Очень часто, да, по поводу обзора всего пишут. Что-то то цена не устраивает, то еще что-нибудь. Мне то же самое за Даву писали. А вот у Давы обзор стоит столько же, сколько... Не, подожди, не так, не так, не так. Как же там разговор был? Нет, у меня обзор как раз таки... Блин, не знаю, что мне вообще предъявили, я не помню. Ну, короче, что-то за Даву сказали. Типа, вот у тебя тока, у тебя так, а у него вот так вот. И что, типа, не так? Ну, люди реально не понимают, чего стоит съемка, которую я делаю на канале. А у меня на основном канале, наоколо кальяна просто, там как раз такие вот подобие предметной видеосъемки. И каждый дубль тебе нужно упарываться, что-то менять. Менять фаны, менять фокусное расстояние, менять световую схему. И ты, короче, на съемку можешь реально два дня потратить. И когда мне пишут, блин, а что у того столько, у тебя столько стоит, блин, я немножко это все дело выкашу. Я подозреваю, вот это вот. Я, кстати, узнаю, да, есть как бы, да, через кого спросить, сколько корисом обошелся вот этот вот видеоролик. Я подозреваю, делаю ставку, кстати, как вы думаете. Блин, ну я не знаю. Ну, наверное, 15-20 это минимум, за который я бы брался со своей студией, со своим оборудованием. Вообще, такой видос должен стоить минутный даже, да, в инсту, ну хотя бы 25 тысяч минимум я должен, думаю, стоить. Едет четко по той сип, которая нам нужна, никуда не смещается, в отличие от варианта с картонкой, да. Поэтому достаточно удобно, но... Тут еще нужно учитывать такой момент, что Александр снимает просто видеоролик, которые они будут сами во своих сетях как-то распространять. Я, когда видос снимаю на свой канал, то, как ни крути, еще какую-то ценность должна и аудитория, да, нести. То есть люди смотрят какие-то заказики и все прочее. То есть видос еще на одну аудиторию распространяется. А он же чисто снял, он не будет, ну как бы чисто случайно получилось так, что сейчас бэкстейдж попал, да, к нам. Но на своих соцсетях он, наверное, бы этот видос не выкладывал. И если бы выкладывал, то с его там аудитории небольшое количество, я думаю, курильщиков кальяна. У меня же как бы стопроцентная аудитория, да, курильщиков кальяна. Поэтому вот это вот ценообразование обзоров, это всегда такая тема покрыта мраком и спорная. Но руками, конечно, не всегда удается плавно провести так, как нужно. Ну а дальше, мне кажется, все понятно. Нажимаем на запись. Один человек дымит дым-машиной, второй человек за веревочку тянет кальян. С десяток дублей сделали и выбрали то, что нам нужно. Дальше на монтаже просто немножечко замедлили, ускорили так, чтобы это выглядело так, как мы хотим. Финальный кадр, он... про него тоже мало что можно рассказать, потому что по свету здесь почти все то же самое, как и то, про что я рассказывал. Единственное, что здесь нету контрового света и, соответственно, не на рельсах стоит кальян, а на столешнице на этой икеевской. Это просто... да, движения там никакого нет. Это на монтаже я типа фейковый слайдер такой сделал немножечко в конце. На самом деле это один большой статичный дубль, где мы напустили очень много дыма и просто долго ждали, пока он развеется. И в концовочке я его нарезал на кусочки для того, чтобы, ну, получилось то, что получилось. Ну, там еще вставка небольшая есть для перебивки крупного плана, но в целом вот это... А, видите, насколько прорисован хорошо кальян. То есть прикольно то, что я делаю захват монитора, вы еще и мышку видите. Вот эти вот грани, как они аккуратно прорисованы. То есть насколько шикарно и дорого все это дело смотрится. То ли дело, когда ты ставишь свет просто либо фронтальный лупанул, то ли просто 2 по 45 каких-то жестких источников одинаковых поставил. Хорошо, вот это вот профессионально. Единственное, единственное, я бы, конечно, на монтаже вот эти блики удалил. Потому что есть такое психологическое восприятие картинки. Ты сначала видишь, допустим, лица в кадре, потом, допустим, движение, да, и дальше уже идет у тебя всякие там цветовые контрасты, яркостные контрасты. И вот цветовые вот эти вот вещи, это одна из тех тем, которую видишь в первую очередь. И блики немножко отвлекают. Более-менее хорошо прорисованы блики по колбе. Опять же, если вы ставите два источника по 45 градусов, у вас они все здесь будут. Вот эти квадратики, круги, стрибоксы, там, не знаю, ваши софтбоксы, октобоксы, они все будет отражено. Когда ты снимаешь со световыми экранами, у тебя колба обрисована чисто по кантику. Так, как убрать запах у кальяна? Просто хорошенько его промыть. Если прям вообще не помогает, то там уже сода, лимонная кислота, все тебе в помощь. И как эта шняга у нас есть для мытья кальянов? ССС. Короче, два бренда есть, которые выпускают всякие приблуды для мытья кальяна. Подскажи примерное время стрима в четверг, а то раньше в 7 часов нужно подготовиться. Блин, смотри, какой момент. Если будет жесткое солнце, то картинка будет так себе. Скорее всего мы будем, ну видишь, в Питере, блин, сложно без солнца, да, конкретно сейчас, летом. Потому что мы вчера ехали, во сколько, в 10 часов, да, или позавчера? Во сколько? Мы в полдесятого ехали, и солнце лупило прямо в глаза. Уже у всех там, как бы, в регионах темень, а мне солнце лупит в глаза. То есть в 23-30 здесь еще прям светло-светло. Только после 10 уже такой хороший, приятный свет начинается. До 10 еще жестко лупит солнце. Я не знаю, как с этим быть, но все равно, скорее всего, стрим будет смещен примерно в 7 часов по Москве. Стоит покупать Эми Делюкс 06. Я бы не стал, и, наверное, большинство на этой трансляции тебе тоже посоветуют. Да, Нелли Текс, Нелли Текс, да, одни из тех, кто производит моющие средства для колена. Помой содой, лимонной кислотой. Да, тоже по полощи там содой. Можешь прям засыпать содой, чуть-чуть туда немного какой-нибудь влаги, и сода сорбирует какие-то запахи. Но металл, одно дело, другое дело чаши и шланг. Металл проще помыть. Вот чаши могут накапливать запах и шланг силиконовый. Первым делом попробуй просто заменить шланг. Большинство запаха уйдет. Если прям вообще не уходит, то уже начинай соду и лимонку применять. Где можно заказать по Почте России. По Почте России. Да блин, пармаркет, маркетплейс, шиша. Все они отправляют почтами. Единственное, ну точно с деками отправляют Почту России. Ну блин, я конечно Почту России отправляю. Мне как бы не парит. Но у меня табака нет. Быстро гниют. Да, эмики быстро гниют. Особенно старые вот эти вот модели. Вся концовка, она достаточно простая. Дым такой холоденький, да. То есть, то ли подкрашено, то ли сразу баланс белого правильно выставил. Я не очень люблю, когда дым делают желтоватым. Он как-то немножко отталкивает. Холодный дым, хорошо, красиво, беленький, кажется чистым. Куришь и оздоравливаешься. Когда дым желтит, уже немножко отношение невкусности такое есть. Да, на море песочком. Песок это абразивный материал, можно, да. Кто-то говорит, что типа царапается, потом будет еще больше пачкаться. Не знаю, я песком, либо солью часто мыл кальяны. Просто все стоит. И очень длинный длинный дубль, который нарезан. В момент, где моргает свет, мы просто включали-выключали свет вручную в разных последовательностях. Для того, чтобы были какие-то варианты. Очень старый видос, еще на личном канале я снимал один день из жизни. И там я эффект делал последовательного включения света в студии. Мы тоже сделали огромный дубль, с которого потом я это все нарезал. Ну там буквально на самом деле несколько кусочков выбрано. И здесь передний свет, вот эта S30, она вообще выключена. То есть это чисто два боковых источника, которые по очереди включались. Какой кальян посоветую? Я тебе посоветую посмотреть видос на основном канале, как выбирать кальян. Там я высказал свою позицию четко, что я думаю по поводу выбора кальяна. Дальше нам надо было продемонстрировать одну из основных фишек этого кальяна. То, что здесь можно кастомизировать его, выбирать разные цвета накладок и вон штуков. Одна из основных его фишек, которая странно почему не была показана, то что у Корриса можно тягу регулировать. Либо они в ТЗ написали, что это нужно обязательно показать. Накладки, как бы, ну не самое важное, что нужно показать в этом кальяне. Основная его фишка, то что можно сложность, легкость, тугость, тяги контролировать. Видос шикарный, чекни. Так, регулярно, так мой, полтора года, откол бы еще крафт хамелеон. Так, еще раз, видос шикарный, чекни. Если ты по поводу того видео, которое мы сейчас смотрим, то есть ссылка на канал Александра. И там можешь найти это одно из последних видео. Кстати, что я не попросил такой скидки. Наверняка многие кальяны курят. Я спрошу, если будет скидка, то в описании оставлю ссылку. И мы изначально... Нужно, давайте прямо сейчас быстренько зайдем, глянем, есть ли скидка на Коррис и через канал Александра. Так, курс по предметке, подписывайтесь, купить. Кальян со скидкой 10% промокод Стебловский. Короче, ребят, кто хочет себе Коррис, промокод Стебловский. И, короче, у вас 10% будет на кальян. Прикольно, прикольно мы сейчас увидели. Топ-табак, 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 блин. Не знаю, наверное, это будет для меня на сегодня. Именно очень важная фраза на сегодня. Это Адам и Ева. У меня кальян Кобра второй ревизии. С чем тебя и поздравляю. Изначально вообще хотели сделать просто фотками с меняющихся цвета, но сделали, нам не понравилось, как это выглядит, поэтому мы решили немножечко сделать по-другому. Да, кстати, удивительно, почему он вообще изначально об этом задумался. Потому что, если ты делаешь видео, фото, туда вставлять это немножко зашкварная история считается. Потому что, да, у тебя одна и та же камера, да, у тебя одни и те же настройки, баланс белый и все прочее. Но, когда ты делаешь фото, это чаще всего высоко детализированное фото. И оно очень сильно выбивается. То есть, это дрочиво еще больше, чем просто снять видео. Ты снимаешь фото, оно супер резкое, там чуть-чуть по-другому, я не знаю, какая-то магия, блин, по-другому смотрится. Баланс белый, у тебя немножко меняются цвета. И, опять же, это сверх детализация. Плюс, очень сильно видно, что кадр статичный, вот не хватает вот этих видео шумов. Я, как бы, когда снимаю предметную видеосъемку, я никогда даже в голове мысли не держу, что нужно что-то сфоткать и пиндюрить в это видеофотку. Здесь у нас два варианта. Вот эти вот кадры мы сделали на все той же платформе, на рельсах. Мы просто поставили, ну, изменили крупность, да, открыли диафрагму и возили вперед-назад насадки, меняя их. И тут очень важно, чтобы ничего не шевелилось, чтобы они были примерно одинаковые. Ну и, в общем, весь секрет вперед-назад. Второй план мы сделали на вращающемся столе. Я про него как-то уже давно рассказывал. Блин, мне пришло сообщение от... Ребята, пишите, я вообще на связи или нет. Мне пришло сообщение с Ютуба, я, блядь, парюсь, как бы стрим не слетел. А, нет, это какая-то презентационная. Welcome to Stream Elements. Фух, это не то. Просто вчера точно такое же сообщение, письмо счастья пришло, что ваш стрим заблокирован, блин. Не, по идее, сейчас все идет. Ну и Настя сейчас на всякий случай подтвердит. Нормально, да? Все хорошо, мы на связи. Ноздэк, кстати, что-то пришло. Скоро будет распаковочка. Не знаю, что что-то пришло Ноздэк. Блин, шлют, шлют. Главное, чтобы они туда буклетики вкладывали, и я мог сразу на стриме распечатать и почитать описание. Потому что я сейчас курю на чаши тур, и автор, отправитель этой посылки так и не объявился. Я не знаю, что про них вообще рассказать. То есть мне нужно... То есть это была тема такая, что вы присылаете чаши, их бесплатно распаковываю, рассказываю о них свои впечатления. И я еще, ну, мне нужно будет куда-то полезть, найти, прочитать за них все это дело. Я когда прошу, чтобы мне что-то прислали, мне либо в инсту как бы скидывали. Вот, Влад, отправили тебе посылку. Вот такое хотели бы мы, чтобы ты озвучил все про этот продукт. Про тур я даже не знаю, что сказать. У них есть подделка на СТ-шку, курится нормально. Вот я сейчас на ней курю, как бы все окей. И две еще реально прикольные чаши, такие глубокие, мы на них курили. Тоже все четенько, курится на воздушной забивке, под колодочки, все шикарно. Он сейчас у меня без моторчика, я его переделываю, поэтому пришлось крутить руками. Но, в принципе, тоже получилось неплохо. Дальше я все нарезал, опять же, так как нужно и ускорил цвет. Мне интересно, кальяны, которые мы прислали, они их потом забрали или Саньку оставили? Вот это, блин, что он с ними будет делать, если реально ему оставили? Мы оставили здесь. А, еще, еще про предметную съемку. Видите, у него баллон с сжатым воздухом, по-моему, да, лежит. Короче, тоже тема. У меня, конечно, для меня это большой мажорство баллон отдельный покупать. У меня есть клизмочка, и когда ты что-нибудь снимаешь, у тебя постоянно какие-нибудь пылинки попадают. На кальяны, на предметный стол. Если с фото еще полбеды пыль удалять, на видео, это, блин, головняк еще тот. Это нужно пылинку выделять, делать на нее маску, тречить ее. Это просто, ну, дикая дичь. Поэтому, если вы собираетесь красиво снимать, то обзаведитесь баллончиком с сжатым воздухом, либо кокеоклизмой. Дядь, привет, как ты курил новую линейку элемента воздух? Да, воздух не курил, только видел его. Не скажу, что у меня сильно душа к элементу лежит. Как-то меня не тянет его вообще курить. Все, что я курил до этого, у меня никак не впечатлило. Ну, типа, ну, просто норм. Не знаю. Тяги нет. Если когда-нибудь попадет в руки, обязательно попробую. Здесь тот же по бокам. Немножко, может быть, подвинули, чтобы была вот такая вот обрисовка по контуру. А вот по центру уже невозможно было бы обойтись без S30. А почему, я сейчас поподробнее расскажу. Полноценный обзор сейчас не буду делать. Расскажу вот только именно о той вещи, которая нам очень пригодилась в данном конкретном ролике. Во всех оставшихся кадрах мы хотели, чтобы получить свет очень сфокусированный, очень маленький источничек. Потому что вот конкретно в кадрах, где вращается на столе, и там, где туда-сюда эти штуки ездят, накладки цветные, мы не хотели высвечивать всю накладку. Мы сначала поставили другой источник, и выглядело это не очень красиво. А мы хотели, чтобы был подсвечен только логотип, чтобы все внимание было туда, а все остальное было в темноте. И когда накладка проезжает, чтобы все вокруг тоже было темное. И для таких задач как раз очень хорошо S30 подходит. Те, кто с додолайтами, раньше на самом деле в России додолайты прям были супер популярны. Сейчас по моему субъективному такому ощущаю. Два слова про свет. Там не важно, S30, что там бы они не говорили, большую роль играют как раз-таки насадки. У тебя есть определенная мощность и свет, и у него может быть такой же байонет, допустим, как на камере. Не то, чтобы точно такой же, а просто у видеосвета, ну и фотосвета тоже могут быть байонеты. Гадокс, я знаю, работает на бонсе байонете, и тот свет, который я нашел, он тоже на бонсе работает. И сейчас, что надето на этом свете? Просто сужающая насадка. Видите, она захватывает пучок и сужает ее до пятна, и они этим пятном светят туда, куда им нужно. Когда у меня появится видеосвет, я тоже начну по чуть-чуть обрастать этими насадками. Тоже где-то с донатиками, где-то со своей помощью. Ничего не стоит мне снять видос точно такого же качества, как у него. Экраны, это просто, видите, лист какого-то очень тонкого пластика, возможно, 1 мм, какой-нибудь там молочного с рекламных щитов он его взял. Вот это вот все стойки журавли, которые можно, блин, не знаю, со швабр всяких делать, либо, опять же, между штативами какие-нибудь палки или что-нибудь делать. Но со временем еще и журавль появится. Но, грубо говоря, в домашних условиях с дешевеньким светом, но, опять же, с насадками, я смогу повторить тот же самый видос. Если в этом будет нужда, то я смогу просто на канал выкладывать вот такого рода качественные подсъемы. На ордене куришь. Это этот, как его, орденовские щипцы. Можно показать. Блин, капец, у меня жарко. Вот они. А? Что тебе жарко? Это я вот просто болтаю, курю, и, походу, мне очень жарко. Ощущение, как бы, они как-то подушли. У меня был у самого большой набор додолайтов, и он был всем крут, кроме того, что были галогенки, ну и очень дорого. Кроме того, что додолайт стоит космических денег. Я тут собираю несчастные 12,5 тысяч. Ну, для... Это может показаться, да, как бы человеку, работающему в регионе, ни хера себе, блин, 12 тысяч. Но, когда ты видеограф, то 12 тысяч – это просто ни о чемщина. Когда объектосы стоят по 50, по 100 тысяч, блин. Додолайты там стоят, блин, не знаю. Додолайт может стоить источник света, как моя камера. Как бы тоже об этом не стоит забывать. И просто потому, что были галогенки, горячие и теплые. Мне было ими неудобно, теплые в плане температуры. Еще чуть-чуть гуляет температура. Я ими очень мало пользовался. Если вы собираетесь тоже делать предметную какую-нибудь видеосъемку, либо что-то вообще как-то себе снимать, и вы стоите перед выбором покупать себе прожектора диодные, либо галогеновые. У галогена есть огромное преимущество по серай. В этом ее преимущество. Но серая-то, насколько точно будут цвета передаваться, те, которые вы своими глазами видите на камеру. Но у них минус то, что они, во-первых, жрут электричество много. Если вы ставите два источника по 500 ватт, то учтите, у вас киловатт сразу будет мотаться. Если вы пишете разговорный стрим какой-нибудь на 3 часа, у вас 3 часа по киловатту все это дело крутится. Это первый момент. Следующий момент это то, что они очень сильно греются. Они греются сами, они нагревают комнату. И ты, допустим, когда сидишь под двумя прожекторами галогенного света, ты как, не знаю, в микроволновке реально сидишь. Сочная картинка на обзорах. Она немножко сочная, потому что я ее докрашиваю. Когда у меня появится источник света с хорошим серой, у меня цвета начнут сами по себе быть уже правильными, четкими. Нужно будет только там немножко сочности навалить, немножко там поиграться с локальной экспозицией и все прочим. Но спасибо, да. Сейчас Додолайт тоже делает давно светодиодные, но они стоят много денег. Я, честно говоря, даже не задумывался о покупке. Годекс, как обычно, сделал хорошо и дешевле. И главная фишка вот этого вот прибора, который внешне похож на Додолайт, это возможность управлять пучком света очень гибко. Сейчас я включу и покажу. На задней панели есть вот такая вот крутилочка, которая позволяет регулировать, надеюсь, что это все будет сейчас видно, которая позволяет регулировать размер светового пятна. Вот сейчас я ее кручу. Скоро его не буду. И вы видите, что потихонечку пятнышко у меня. Блин, там реально стоят линзы, которыми ты можешь пучок регулировать. Это еще супер круто. Но даже Годекс, который считается Годекс, Годекс, типа дешманским сегментом, даже этот источник все равно будет стоить, не знаю, тысяч, наверное, 15-20. Я думаю, что разница... Не надо бить по микрофону. Атрисатка-то еще и мощная. Я думаю, что разница... А, кстати, да, вот заметьте, не знаю, это вряд ли вас касается, но у него микрофон стоит сверху. Ему ничего не мешает, его движение не ограничивается. У него микрофончик, там, скорее всего, пушечка какая-нибудь. Возможно, даже рекордер, который всесторонне захватывает. Возможно, пушечка, что еще лучше. Я тоже так делал. И что в итоге мне пишут? Купи петличку. Заметно. И это вещь, которую мы использовали уже много раз. И это очень удобно на самом деле. Но все равно пятно получается довольно большое для наших задач. Поэтому тут на помощь приходит насадочка оптическая, которая выглядит вот так вот. Сейчас бы это все это не раздеть было. Блин, это не то, что я говорил. Это не просто суживающий пучок. Это реальная оптика с линзами, которая перенаправляет источник цвета. Тоже такая борода, наверное, стоит тысячу восемь. Цепляется она сюда. И у нее тоже есть регулировки. Сегодня не буду рассказывать про ГАБУ, про то, что можно проецировать всевозможные рисунки. Потому что мы им в этот раз не пользовались. Я в двух словах скажу. Вот эти насадки, они еще могут имитировать какие-нибудь там жалюзи, ставни, звездочки и все прочее. Допустим, если вы хотите снять эффект утреннего солнца, который светит через жалюзи и светит на вашу модель, допустим, или на вас, как вы там курите кальян, оно там через щели, дымочек расходится. Не обязательно ждать солнечный день, не обязательно ждать утреннее солнце. Ставишь такой источник света, надеваешь насадку, которая имитирует жалюзи и все это дело повторяешь. Очень крутая штука, когда будет свет, вторая болячка, которая у меня начнется, это набирать, обрастать всякими насадками на этот свет. Так, не, ну а что ты жопишься? Купи петличку за 500, будет тебе счастье, да. Мы недавно купили себе петли за 19 тысяч. Нужно бы еще парочку по 500 прикупить. Надо, чтобы ничего не разобрать. Привет! Сильно тяга отличается от Беста от обычного большого Мамуна. Ощущается. Разница есть. 10 мм против 12 курица по-разному. Очень многим моим друзьям тяга Беста не нравится. Мамуна отлично, все супер хорошо. У Беста уже тяжеловато. Под определенные забивки, под определенное настроение. Покурить на Бесте это как за счастье, да? У тебя хорошенько такая забивочка становится насыщенной. Чем меньше у тебя внутри площадь этих всех диаметров, тем у тебя забивка больше сохраняется до твоих легких, ну не до легких, даже до рецепторов, да? То есть на кальянах с маленькой тягой у тебя дым плотнее и сочнее. Иногда это в кайф покурить. Чаще всего для гостей тяга кажется тяжеловато. Разбить с этой насадкой надо поаккуратнее. И благодаря этой насадке вы можете получать еще меньше лучик света. Я думаю, что разница видна. Если что, отмотаете туда-сюда и сравните. Еще раз скажу, что здесь регулировки есть, то есть вы можете его делать больше-меньше. Но если и этого недостаточно, то здесь есть замечательная такая насадка, диафрагма лепестковая. Я сделаю один фокус, которая идет в оптическую насадку, вставляется внутрь. Сейчас я паузу нажму быстренько. Я смотрю, что у меня пузо влазит и над головой места много. Я чуть-чуть подкручу картинку. В принципе, не сильно все изменилось. Ну ладно, окей, пока так оставим. Я сейчас на мамуне курю на 11 мм, хочу механику брать 13 мм. Механика сложная, ее вычислить, диаметры, потому что несколько раз там диаметры меняются. Но в целом механика тяга стопудово будет полегче. И все-таки мамун там либо 10 мм, либо 12. Что такое 11? Либо штангенциркуль у тебя неправильно показал. Либо ты где-то не в том месте замерил. Возможно, у тебя классический мамун, и ты замерил диаметр там, где идет вдоль всей шахты сварной шов. Такой пайка там идет. Возможно, ты на пайку попал. Потому что если сдвинуть немножко штангенциркуль, то классический мамун это 12 мм. Так, такой световой байдой убить можно ради маленького пучка света нужной температуры. Да, Саня, что ты хотел? Вот так вот создаются качественные видосы. Вот над этим всем я упараюсь, над этим я работаю. И да, это сложно, да, это немножко геймер мне, но мне это все в кайф. Я крайне сомневаюсь, что когда-нибудь там Айка, Воронский или там Дава будет этим всем делом упарываться, или даже Слава к МТМ. Крайне сомневаюсь. Наверное, скорее всего, если кто-то начнет повторять, то это какой-то новый видак вылезет и начнет что-нибудь подобное делать. Но если они начнут, я с большим удовольствием понаблюдаю, как они будут упарваться и удрачиваться. Блин, опоздал на 70 минут на стрим. Я сейчас, кстати, гляну, сколько стрим идет. Нет, вот так. Вот так вот. Стрим идет уже час 14, да. Битрейт нормальный, качество картинки нормальное. В принципе, у кого картинка сыпется, вы можете нажать три точки и поставить 2К. ...движением руки. Правда, сидя это делать не очень удобно. И вот в таком же комплекте вы можете сделать лучик. Тихо. Лучик маленький-маленький. Оп. Вам вообще его видно? Видно. И вот этим мы как раз и пользуемся. И на этой съемке, и на нескольких других пользовались. И это очень удобно и очень круто. Мне писали в Инсте. Я прямой эфир там проводил как раз одну из съемок, что, мол, можно взять фонарик. И да нифига, нельзя, конечно, взять никакой фонарик. Есть определенные ситуации. Сейчас я выключу все это. Можно взять фонарик. Есть фотофонарики, их, по-моему, называют. Вся эта штука, все то же самое, еще и на батарейках. И такое портативное, компактное. Там чуть-чуть можно пучком управлять, чуть-чуть насадки есть. Но есть фотофонарики. По идее, ну, Саня хочется назвать. Александр имел в виду обычные самые вонючие фонарики бытовые. Там, да, там будет проблемно. Но вообще есть фотофонарики, которые стоят тоже недешево. Если вам не нужна какая-нибудь портативность, то дешевле купить стационарное что-нибудь на штативчике, на стойке. Я простой линейкой мерил. А, ну да, штангена нету. Так что на глазок все было. У механики на сайте написано, что почти все сечения 13 мл. Так что придется верить им на слово. Я делал обзор на механику. Я не помню, там штангенциркуль распечатывал или нет. Но там точно не все сечения 13 мм. Там есть... 13 мм это немало. В механике я помню просто, вот если вы откроете этот видос, там очень много маленьких сечений. Есть, наверное, определенные ситуации, где можно как-то выкрутиться фонариком, чем-то еще. Но прям с очень большими оговорками. Это, конечно, не сравнимо с таким набором. Не буду подробно рассказывать про все варианты. Можно взять, допустим, старый объектив какой-нибудь и присобачить его к источнику света. Но, может быть, как-то сделаю на эту тему другой ролик. А дело в том, что если вы используете фонарик или тот же снуд, даже пускай с сотами, свет все равно будет, после того, как будет проходить насадку, он будет расходиться в разные стороны. Это он как раз говорил про осужающую насадку. А сотки, сотки, соты, они тоже чуть-чуть сдерживают пучок света. Соты это реально похожая штука на соты, которые у пчел есть. Допустим, вешать, неважно, там какую-нибудь насадку светите, окей, свет разлетается прям широко. Одели соты, оп, пучок поджался, более направленно идет. Хорошо? Классно. И для того, чтобы получить вот такой вот маленький лучик, особенно на значительном расстоянии, как у нас будет вот там еще в одних кадрах, где мы подсвечиваем кальян в темноте, вам обязательно нужна какая-то оптическая система. Вы не можете благодаря снуду или фольгой обернуть, или что-то еще сделать маленькую дырочку, свет у вас будет все равно расходиться. Вы не получите такого эффекта. Я думаю, те, кто предметной съемкой занимается, знают, что достаточно часто возникает ситуация, когда нужно высветить небольшую область, ну реально часто. И, конечно, вот эти вот приборы с такой насадкой, это прям очень круто. Обзор, наверное, я сделаю, а может быть, не надо. Напишите в комментах, нужен ли полноценный обзор. Но прибор сам по себе, конечно, клевый и очень сильно выручил. Ну и получается, что про последние кадры, где мы просто в темноте появляется свет, я уже по сути рассказал. Мы просто взяли S30 с этой насадкой, из разных положений, водили светом. Очень важно, если вы собираете предметную студию, чтобы она максимально темно была, потому что, если бы у него были обычные побеленные потолки, какие-нибудь обои, особенно если обои там зеленые, красные или зеленые, все это могло бы давать свои рефлексы. Когда вы снимаете что-нибудь белое, а у вас, не знаю, какие-нибудь зеленые обои, свет из ваших фонариков падает на обои, вот эта вот зеленца, она может очень сильно подпортить ваше белое. Поэтому у него студия черная, все классно, все профессионально. А, да, и еще не забывайте шмот. С длинный рукав и полностью черная, потому что, если у вас будет цветастая одежда, либо просто оголенные руки, все это дело будет переотражаться. Элементарно, вы сами не знаете, где вы когда отразитесь. Не раз всякие фотографы ловились на том, что они где-то отразились в труселях или еще что-нибудь прочее. Самый банальный пример, это в инсте, последний ролик, который я залил, кстати, не забывайте про инсту. Где она там? Вот она! Вот это вот инста. Туда можете перейти, туда подписывайтесь, помогете мне с продвижением всего этого дела. И там есть последний видос, где снимались мунштуки в коробочках. И коробочки были пластиковые. Там очень сильно в этом пластике поперескажалось, попереотражалось оператор Настя. На тот момент я ее попросил поснимать. И там везде, отовсюду видны руки. Да, да, оцените. Последний ролик я снимала. Да, последний ролик, который в инсте залит, его снимала полностью Настя. Я его чисто подмонтажил. Не знаю, минут, наверное, 5-7 мы большой дубль записали, потому что мы точно не знали, что мы хотели. Возили сверху вниз, справа влево, немножко меняли ракурсы, временами включали там дым-машину. И опять же, вот несколько кадров из этих 5-7 минут я потом выбрал и вставил в самое начало. Ну вот, в общем, и все. Если было интересно, напишите в комментах. Я, может быть, тогда вторую часть делаю, потому что мы второй ролик еще делали. Он похож стилистически и по приемам, но есть там некоторые разницы. Все ссылки будут в описании и на кальяны, и на курсы, и на оборудование. Так что все. Спасибо за внимание и до следующих встреч. Пока. Спасибо, спасибо. Сейчас даже, знаете, что попробую сделать? Кину ссылку, не знаю, заблочат, не заблочат. Копировать адрес ссылки. Так, где? Ага. По идее, ссылку могу заблочить, конечно. Ну, оставим коммент. Посмотрим, заблочат или нет. И еще закругляй всю эту тему. Какой телефон ты утопил? Помните, я когда-то собирал на интернет, когда жил на озерках. Я потом долго тупил, думал, Wi-Fi мост организовать было сложно. Я, короче, взял себе Redmi, какой-то там Go, 6 Go или еще какой-то. Ну, короче, за 2000 по акции я взял телефон. Я с него раздавал себе интернет, когда была беда в частном секторе. Он у меня потом стал служить моим вторым телефоном. Я туда впендюрил две симки свои рабочие. В итоге этот телефон я и утопил. Вот. Ну, короче, две симки эти заблочил, поэтому кто вдруг случайно смотрит и помнит мои старые номера 2140 и 3777, они утоплены, и все, они больше не существуют. Там глубина была больше 4 метров. Это какая-то река судоходная. То есть там очень быстро набирается глубина до фарватера, и мы там стояли так далеко от берега. То есть, ну, его нереально было найти этот телефон. Тем более телефон пластушка. Вы знаете, как тонут пластушки. То есть, его могло отнести неизвестно куда. Мало того, что у самого кидало еще плюс течение, и вода там была очень мутная. То есть, на 20 сантиметров уже ничего не видно, что происходит. Это просто на ощупь нырять на глубину 4 метра, а там уже давление такое, будь здоров, а тебе нужно еще головой вниз идти. Ну, короче, я постоял, погрустил и понял, что телефон уже достать будет нереально. Так, и что там по итогу получилось? Готовый видос с кальяном мне показал. Он показал его в самом начале. Давайте еще раз посмотрим. Там он коротенький, что в итоге-то получилось. Вот он, по-моему. Сейчас отмотаю назад. Роликов он 30 секунд, и дальше я буду рассказывать, что и как там делалось. Блин, Влад, если ты чисто случайно смотришь, или Лиза, узнайте, пожалуйста, у кориц, а сколько стоил обзор. Это прям очень интересно. Нормально, динамично. Но это немножко не мой стиль съемки. То есть, если бы мне, конечно, заказали такой видосы четко по ТЗ, то да, как бы снимаешь и все. Но если бы меня попросили, вот, Влад, на тебе кальян, сделай с ним что хочешь. Я не люблю вот такую динамику, не люблю вот такую вот агрессию, вот этот бум-бум-пау, что-то происходит. Я больше... Вот большинство реально людей любит, поэтому такое часто и заказывают. Я за... Блин, как это передать? За ламинарный поток, короче, восприятия видео. Плюс мне здесь немножко не хватило... Ну, конкретно вот этот презентационный видос, да, здесь как бы ничего не надо, музычка, все хорошо. Если бы я делал, я бы делал, наверное, на минуту, я бы делал закадровую озвучку. Ну, понятно, что Александр не будет закадровую озвучивать, потому что черт знает, что про нее ему там озвучивать. Тем более, озвучивал бы не он. То есть, нужно было бы скидывать текст, нужно было бы какого-то диктора еще там искать. Для того, чтобы максимально информативно было за 30 или 60 секунд, озвучки не хватает. И здесь чисто визуал был кальяна. Вот так он выглядит, вот такие вот у него есть накладки. Самая главная фича, за которую корицы топили, это то, что у них есть контроль тяги. А он, в принципе, в видосе даже не показан был. Не то, чтобы за него еще что-то рассказать. Все. И еще закругляю всю эту историю. Я... Так, кстати, что у нас по стриму? Сколько человек? Сколько человек? Сколько человек? Стрех. Зрители, да. Да, не очень интересно смотреть про видео тематику. Но те, кто остался, мы еще с вами посмотрим немножко у Александра про видео свет. Это немножко другой фирмы свет. Я хочу себе подешевле, но вы хотя бы будете понимать, для чего мне нужен свет и что он будет уметь. Посмотрим рекламу. Может, еще что-нибудь, какая-нибудь копейка перепадет. Не на меня, в смысле. Автору канала. Главное, чтобы завтра за рекламу не прилетело, блин. Веме. Окей. На видео хостинге рекламирую другой видео хостинг. Только представьте, каждые полторы секунды в мире появляется новый пользователь VIX, создающий собственный профиль. Ребят, всем привет. Решил немножко поднарушить самоизоляцию, чтобы снять обзор на вот этот вот замечательный источник света, новый от Godox VL 150. Дома, блин, к сожалению, вообще у меня нет возможности снимать, поэтому, не знаю, видимо, я тихонечко буду периодически ходить в студию, чтобы хоть какие-то ролики снимать, потому что много достаточно идей, но реализовать их можно только в студии. Но я делаю все аккуратненько, я пешочком хожу, так что все меры предосторожности соблюдаю, и вы тоже продолжаете это делать. Я думаю, что этот источник будет хитом в ангую. Почему? Расскажу чуть позже. Просто как вступление я быстренько расскажу про сам источник, внешний вид, что здесь как и характеристики. Чтобы просто некоторое представление было об источнике, а потом я расскажу, почему я считаю, что этот источник очень крут и почему он будет очень популярен. Вообще, Godox обновляет свой постоянный свет, да, у них не так давно вышел S30, который у меня тоже, вот, прям перед всей этой историей мне прислали, два источника, но я один раз всего с ними только успел поснимать, тоже, наверное, потом сделаю обзор. К сожалению, пока до конца мнений не составил, но вроде как выглядит все очень круто. у них... Здрасте, блин, 36 тысяч. Я на 36 штук куплю себе дешманских светов, блин, три штуки. Сейчас я, ладно, покажу свет, который я хочу. Сейчас, секунду. Ладно, пойду я всем пока. Вот, еще минус один не выдержал. Сейчас я быстренько открою тот свет, который я хочу. Тутин, кстати, спрашивал. Сейчас весь свет в светодиодах идет. Лампы уже не юзают. Да юзают. Лампы немножко считаются более профессиональным, но уже светодиоды отлично догнали по качеству свет с лампами накаливания. Один остался, блин, смотрите, не заберите. Потому что доставку потом две недели ждать. Вот такой видеосвет я хочу. Да, он выглядит попроще, подешевле. Да, у него похуже функционал. Но 100 ватт за 1500 рубасов в Питере. То есть можно съездить и забрать. Конечно, находится там, блин, в центре. Мне еще с севера до центра ехать. Но, тем не менее. Вот этот свет, на который я собираю. Единственное, что я не уверен, что там все нормально и гладко, потому что они немножко динами от меня не отвечают. Поэтому альтернатива это этот же свет, на который я, собственно, и начал собирать на фотоскладе. Вот он, фотосклад. Этот же источник света только стоит уже 12500. Если не прокатит с тем магазом, то буду брать здесь. Поэтому, если кто-то смотрит, если кому-то не наломно, можете поддержать донатом и когда-то у меня будет свет, который будет уметь что-то, что и умеет вот этот годок. Как вышел FL-источник, на который я тоже делал обзор, это тот постоянник, который еще с функцией вспышки, который, честно говоря, наверное, будет нужна очень мало кому, но он крут просто как обыкновенный источник постоянного света, да. И вот сейчас новая серия VL, она, по-моему, еще в России не продает, ну, не по-моему, точно, официально, во всяком случае, еще не продается, только-только будет. Да и на Западе, на самом деле, еще только-только появляется. У серии VL будет 3 номинальной мощности прибора, это 150, самый маленький, как у меня, также будет 200 и также будет 300. Там есть некоторые отличия, к сожалению, у меня только 150, поэтому вот тот опыт, который я успел чуть поюзать, я... Он еще от батареи работает по ходу, да? Или это какой-то передатчик, блин, с X-Larov-ским ходом, блин, что-то непонятно. Буду говорить про него, но, наверное, в целом общие моменты они будут... Для тех, кто не понимает, что происходит, просто я собираю донаты на видеосвет, и мы немножко сейчас посмотрим, что оно вообще такое, что за чудо, да? И для чего вид такой видеосвет. Какие-то одинаковые. В отличие от той же серии FL, здесь немножечко другая эргономика, то есть здесь, как вы видите, голова вынесена отдельно, какие красивые, замечательные блики. Отдельно блок управления и еще отдельно вот такой небольшой блок питания в FL-ке и в серии старый, более старый SL, ну, который тоже до сих пор актуально и продается, там все это впихнуто, собственно, в один корпус. Здесь на корпусе нет ничего. Впихнули невпихуемое. Так, ребят, вы хотя бы чуть-чуть в двух словах отпишите вообще, насколько оно вам все интересно. Возможно, просто сейчас три человека останется на эфире. Туда-сюда сейчас и будем закрепляться. Ничего не кнопок, вообще никакого управления. Сюда заходит один шнур. Все управление происходит либо вот отсюда, либо с телефона, либо с пультика. Про качество сборки особо даже рассказывать не буду, потому что, честно говоря, все, что за последнее время от Godex'а мне попадалось в руки, а это очень много чего, всевозможных вспышек и постоянников, в отличие от старых, кстати, моделей. Оно все отличного качества, оно все добротно собрано. Это не такой, знаете, Китай, как до сих пор часто встречается, где там что-то где-то торчит, плохо подогнано. Нет, здесь все абсолютно четко, все очень хорошо. Хорошие материалы, хорошо все подогнано. И, короче, больше про это говорить не буду. На блоке управления у нас тоже, на самом деле, минимум кнопок. Это кнопка включения, кнопка группы канала, собственно, для настройки управления дистанционного и один круг, который, в общем-то, меняет яркость. В комплект входит, ну, естественно, все перечисленное, кроме этого входит рефлектор. Рефлектор довольно необычной формы. Честно скажу, я не вижу большой разницы между рефлектором таким традиционным, который идет к другим приборам, ну, и такой более обычный. И вот этим я потестил, ну, немножечко плотнее получается световой поток, более направленный от этого. Но если не сравнивать вот лоб в лоб, то ты даже разницы не заметишь. Но, короче говоря, он здесь вот такой вот рифленый. Кроме этого в комплекте, ну, это просто крышка защитная, пульт. Я его даже не распаковывал, потому что у меня целая розступь таких пультов от других источников Godox'а. На них, на самом деле, разная маркировка почему-то, но вот мой старый пульт от таких достаточно древних панелей я попробовал. Пульт это удобно, когда ты уже уселся, когда ты остроил картинку, для того, чтобы тебя всегда не лупил свет на тебя, я допустим могу... Е, бой, да будет свет. Саня, спасибо. Четко очень в тему донатик. Я долго могу в ОБС-ке просидеть, проковырять там настройки и все прочее, и все это время на тебя лупит свет. У тебя уже глаза и так за трехчасовой стрим устают. Поэтому все это дело делаешь без света, и в самый последний момент врубаешь свет, особенно если ты сидишь на авто-ИСО, вообще красота. Все, у тебя раз-раз, картинка готова там, блин, и погнал в эфир. Пультик, это прикольное дополнение. Еще хорошо, допустим, опять же, когда ты занимаешься предметной фото- или видеосъемкой. Ты, допустим, пока там меняешь кальяны, местами, там что-то делаешь, мутишь, пошел там бутерброд какой-то съел, блин, я не знаю. Все это время у тебя свет стоит, и не всегда к нему просто подобраться. Бывает у тебя вертикальный направление света идет, тебе нужно куда-то лезть, залазить на какие-то, блин, табуретки, все это выкручивать. Пуль, это прикольно. До кальянова контента интересно, все, надо брать. Так, сейчас весь, ага, так, это мы читали. Привет, Лад, Дмитрий Николаев, здоровеньки булы. Так, Дима, 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 так, тот у нас Николаевич, Дмитрий Николаев, это у нас как раз-таки чебоксары. Привет, как там у вас дела со сплитом? Пока я, короче, тебе и колледжио писал, затарился сплитом Коля в итоге. Ты, насколько я понял, не решился заказывать сплит, да? Он работает совершенно прекрасно. Если вдруг надумаешь, то по оптовым заказам по сплиту тоже можно писать мне. Поэтому я не знаю, чем, честно говоря, они отличаются. Но, грубо говоря, если у вас какая-то продукция Godex уже есть с таким вот пультиком, то вы можете спокойно все источники подключать на него, потому что группы каналов здесь просто вот так вот. Ну и кроме этого, конечно, все кабели необходимые идут в комплекте. И все это идет в таком хорошем, серьезном... Мне уже солнце начинает подпекать через штору, увидите, да? Полезли квадратики такие. Да, сейчас туда-сюда и будем закругляться, наверное, по именно вот этой вот тематике. Да и вообще, наверное, стрим отложим на вечер. Я не знаю, будет ли он или нет. Мне еще нужно кое-какие обзорчики готовить. В принципе, сегодня... Да и давайте, наверное, реально закругляться. Сейчас чуть-чуть полистаю, что там вообще-то как. Сейчас вот им посветит. У нас уже чая очень много. Чая много не бывает. За сплит придет время, начну спрашивать, потому что сплит мне очень зашел годный чай. Тысяча долларов, блин. С кулерами какой-то уже свет идет. Не с кулерами, а с вентиляторами. Кулера немножко другое. Ну, короче, вот такие пирожки. Все, можно немножко переключиться на минус, закруглить этот видосик, поболтать с вами, да? Так. У нас... Ага, так. Митяй, не сомневайся и заказывай сплит. Митяй. Так. Поэтому решил не брать. Продукт неплохой. Смотри, ну, сплита в ближайшее время появится еще информационная поддержка в виде меня. И если бы я в твоем магазе, наверное, года 4 закупался, кто не в курсе, это Чебоксары, смоган. МТВ-центр на первом этаже. Она местами периодически меняется, но она обычно на первом этаже. Вот. Я бы мог с полной ответственностью, полной совестью отправлять людей к тебе в магаз, потому что в ближайшее время я за сплит возьмусь. Пока что нужно раскидать старые видосы, которые был должен. Вот. Я бы мог отправлять людей. Но пока что буду отправлять к другому типу. Не Коли. Там еще один типчик заказал у меня, сплита. Вот. Пока так. Коля что-то немножко меня огорчил. К нему я отправлять не хочу. Так. Что в прошлый раз с эфиром было? Ну а хуй ли у меня? Вчера отрубился. Да. Был трабл. Я после этого запустил эфир, объяснил, что происходит. Это что-то было связано с авторскими правами. Потому что YouTube мне прислал сообщение типа ваш видос заблокирован и удален в принципе навсегда. Можно только подавать какую-то там апелляцию на будущее, на что-то, на сё-то. Не знаю, почему. Вообще, вот мы только что отсмотрели видос тоже с другого канала и всё как бы нормально было. Какова вероятность, что Саша кинул страйк? Я не знаю. Какой топ кальян купить за 100 бачей? 8 тысяч. За 8 тысяч у тебя нормальный выбор. У тебя там дешёвые нубишки будут, механики, альфа-хуки предыдущая версия. Вот ещё Дима, если он ещё в эфире, он тебе что-нибудь посоветует. Потому что через Диму много кальянов проходит. В смог Гане, в принципе, если он ещё работает до сих пор дистанционно, тоже можешь зайти, что-нибудь заказать. Дима тебя либо сам проконсультирует, либо его бригада, которая тоже во всем шарит. В принципе, без проблем. В любом случае, в магазин на розницу поставим. Вот. Если ты будешь ставить, то, блин, отпиши мне по объёмам, по всему, по ценам, порешаем, что-нибудь придумаем. Вот. Влад, привет. И всем привет. Влад, почему Инферно так мало рекламы? Блин, почему так мало рекламы? Ну, это, наверное, вопрос к Инферно. Вряд ли это ко мне вопрос. Мы с ними проработали плотно. Сначала мы просто не заказывали обзоры. Сначала делали мы видосики на втором канале. Всё это дело. А потом я просто вкурился очень плотно в продукт. И на инерции я просто очень часто за него упоминал. Среди крепких продуктов, не знаю, кто бы ничего не говорил, Инферно мне больше заходит, чем, допустим, DarkSide. Что ещё у нас там крепкой в этой линейке есть? Ну, кстати, немножко другая история. Танж. Ну, если бы выбор был, конечно, если бы они стоили одинаково, то, конечно, Танж поинтереснее по табачному привкусу. Но Танж стоит, блин, в полтора раза дороже, чем Инферно. Для меня Инферно нормальный, прикольный продукт. Вот, собственно, вам только, чтобы была рекламка, за которую мне не заплатят. Почему они не заказывают у других блогеров обзор? Возможно, времена сейчас тяжёлые, карантинные и всё прочее очухаются и пойдут дела. Так, Саша такой, что мог легко кинуть страйк. Ну, если мог, то и говнюк, блин. Потому что ссылка на его канал была указана. Я его лично не хейтил. Дал, наоборот, ещё пару советов по видеосъёмке. Обиделся, кинул страйк. Это, конечно, вообще, не знаю, зашкварно, блин. На своём канале не хейтил. Ну да, я ещё на своём канале как бы какую-никакую рекламу делаю его канал. Не знаю почему. Ну, я не знаю, я всё-таки до сих пор ещё сомневаюсь, что он мог кинуть страйк. Но ситуация была странная. Я подозреваю, возможно, за музычку, либо я недостаточно широко сделал окно с собой. То есть, уже как цитирование неполноценно шло. Не знаю. Конечно, работаем. Вот Дмитрий Николаев по поводу отправок по России по кальянам до 7000 что-нибудь может тебе посоветовать и даже со своего магаза отправить. А так, пока что можешь, Димон, если ты смотришь просто в текстовом варианте, напиши несколько вариантов кальянов, которые ты считаешь нормальными до 7000. Тоже будет кому-то полезным. Вот так. Вот. Сейчас гляну быстренько, что у нас происходит на трансляции. У меня пишет два человека. Смотрит. YouTube что-то лагает, лагает. А, от зрителей 15. Вот, все я вижу. Раз, раз, раз. Это hardbass. Собаке жарко, мнется с места на место. А еще он жиганул, Настя говорит. Так, ну что, друзья, давайте пару комментов и будем, наверное, закругляться, потому что мне самому становится жарко, у меня уже лицо начинает по чуть-чуть блестеть. Блин. Твою маю. Кошачья шерсть повсюду. Так, крепость, сценарий. Так, если ты сейчас смотришь, то да, мы с тобой обсудим. Пришло сообщение. Будет совместный видос с одним блогером питерским. Мы сейчас решаем, на какую тему мы пообщаемся и где мы вообще встретимся. Вот, сообщение, смотрю, особо не идет. Давайте, наверное, мы по чуть-чуть стримчанский будем закруглять. Единственное, сейчас гляну, как вообще качество видео. Так, замьютим звук. HD. Да, есть возможность 2К поставить. Я сейчас сам гляну, какая детализация на стриме. В принципе, окей, все норм. Картинка нормальная, даже видно где-то там волосы на бороде. У меня немножко зеленит рубашка. Это даже тоже так немножко циановым отдает. Прикольно. В целом, в целом нормас. Да, единственное, морд начинает блестеть. Бошку только что помыл, феном уложил, но оно все равно смотрится на видео как будто грязное. Так что, имейте ввиду, голову я мою иногда. Так, 913 рубаса у нас на видеосвет собрано. Конечно, работаем. Да, все, комментов нет. Друзья, спасибо за эфир. В этом видосе мы с вами разобрались, почему я хочу видеосвет, какой видеосвет я хочу. И мы еще посмотрели, как работают профессионалы по предметной видеосъемке. То, что вы видите в своих инстиках кальянных, всякие прикольные видосики, это не берется телефон и вот так вот побегали, покрутили, дымка попускали и сняли. Конечно, много и таких видосов, но когда делается качественная по красоте, вы видели, сколько оборудования, какая студия. Panasonic GH5S стоит 1150, то есть даже сама там тушка, ну не знаю, возможно сейчас подешевели, но 1140 только тушка самой камеры стоит. Это не говоря уже за видеосвет, который мы сами видели, 1000 по 30 стоит. То есть одновременно в студии находилось оборудование с учетом еще HDMI-передатчиков, мониторов и всего прочего больше полумиллиона. Вот так вот создается качественный контент, а не вот эти вот непонятные движули на телефон. Так, спасибо Влад, покеда. Да, друзья, спасибо вам, всем пока. Увидимся, насчет сегодня не обещаю, но в ближайшие дни в любом случае мы с вами увидимся. Как минимум в четверг в районе 7 часов вечера по Москве, я постараюсь замутить стрим с телефона с хорошим звуком где-нибудь на природе. Подегустируем либо Deathshot, либо Zoma, либо к тому времени может быть чувак придет, потестируем новый вкус и просто прогоним, посмотрим, что такое выездные прямые эфиры. Все, всем пока. Не забывайте за донатики, все эти вот полоски, которые вы снизу видите, на все на них можно донатить оффлайн, не обязательно онлайн, то есть зашли в любое время на видос, тыкнули на ссылку, прилетел донат, я в любом случае всегда его увижу, все сообщения прочитаю с донатов, все донаты я увижу и они пойдут по назначению. Не пропью. Все, пока. Я сейчас единственно секунд 20 молча посижу, потому что когда отрубаешь стрим, то немножко 20 секунд его подрезается. я, если что, не в труселях сижу, это голая нога в шортах. Ну и хватит, наверное.